В случае, если ударит метеорит по Земле, и человечество накроется как целое, некому будет поддерживать инфраструктуру, и вот эти все бункеры и самолеты, они через некоторое время прекратят существование. Это неизбежно. Поэтому, когда мне пытаются возражать, что у нас у людей есть бессмертие в детях и так далее, я говорю, ребята, мне кладут все яйца в одну корзину. Мы все живем на Земле. Земля одна. То есть что с Землей, то случится и с нами. Кибернетика еще на заре своего существования нашла решение проблемы, дублирование и резервирование. Сломалось что-то одно, берем из запасного, правильно? Нужно запасное человечество. Но нигде, кроме как на Земле, мы жить не можем, потому что мы за миллионы лет адаптировались к кислородной среде. У нас водно-липидная ткань, у нас белково-нуклеиновая основа и так далее. У нас тонкая физиология, у нас очень ограниченный диапазон сенсорики, эффекторики и прочее. То есть мы дети Земли. Вы как женщина поймете, пришла пора рождаться. Конечно, мамы в животике приятно, комфортно, кормят, поят, выводят, пора рождаться, пора. Вот туда, в космос. То есть чтобы жить на Луне, чтобы жить на Марсе, чтобы жить на Альфа-Центабре и так далее, мы должны себя изменить. Наше тело не приспособлено ни к вакууму, ни к космическому холоду, ни к радиации. То есть мы не можем жить вот в этих условиях. А наши вот эти транзисторы прекрасно могут. Они хорошо себя чувствуют в вакууме. Наоборот, им там лучше, чем здесь у нас, где запыленность, загазованность, влажность, поля, всякие вибрации и так далее. То есть нам надо менять сустрат. Возможно ли это? Не, вечно ли это двигатель? Наука, опять же, еще работами академика Глушкова, могу потом дать ссылки, доказывать, что есть фундаментальный принцип. У меня принцип инвариантности информации относительно материального носителя, который говорит о том, что при некоторых условиях мы можем абсолютно идентично переместить информацию с одного материального носителя на другой материальный носитель. Вот и надо это сделать. Вот и все. А почему люди не понимают? Ну, потому что они люди. То есть они на 1% разумно существуют, а до 7% обезьяны. Это не оскорбление, мы все обижаемся. Это научный факт. Вот если возьмете отношение массы мозга к массе тела, это будет 2%. Если вы, значит, возьмете отличие гена человека от гена обезьяны до генома, там на всех трех генах разница, то есть всего 2% разница. Если возьмете КПД человеческой цивилизации, то вот в дело идет 2% от солнечной энергии, которая попадает на Землю. Остальное идет в отходы, либо десипируется, рассеивается, либо пропадает без утилизации. То есть мы работаем на свалку. На 98% работаем на свалку. Так что, тут нет оскорблений, просто факт. Просто факт. Вот такая цивилизация, которая живет по принципу бактериальным, марковская цепь, 7-минутные прибыли и по максимуму. Вот на данном этапе. А дальше трава не растет. Поэтому, значит, если мы и дальше будем вот так существовать в ситуации взрыва, мы сейчас сами себя взрываем. Ну, взорвем мы эту планету, уничтожим сами себя и все. Ничего другого не будет. Поэтому, если теоретика, это сейчас самая важная наука на планете, другой важнейший просто нет. Но никто это не понимает, меня высмеивают. Ребята, я говорю, запишите на полях шляпу, которую потом будете есть. А есть ли вы будете, как будете гореть в ядерном огне. Или задыхаться от сутки кислорода, или пить отравленную воду. Или вас будут жрать какие-нибудь мультировавшие бактерии. Вроде домашней еколи, которая, казалось бы, родная была тысяча лет. Друг взбунтовал еще. Умного академика, значит, Симонова приводился, Павел Васильевич, великолепный академик, значит, занимался эмоциями, висит ссориками, он же умер. Значит, он говорил, что вот как-то в обезьяннике уборщица забыла ведро, швабу и так далее. Одна умная обезьянка взяла это ведро, стала бить шваброй по ведру, тут же вождя сместили, она стала вождем. Потом пришла уборщица, отобрала это ведро и опять ее там опустили в шестерки, в эту обезьянку. Вот мы с нашей техникой, как обезьянка с этим ведром, а без этой техники ничто. И вот нам кажется, что мы ей управляем. Вот в свое время древним риллианам у них было там три инструмента. У них были молчащие инструменты, там мотыга, кирка, лопата. У них там были мычащие инструменты, там валы, там исход всякий. И были говорящие, что инструменты это рабы. То есть людей держали за инструмент. Ошибочная была точка зрения. Сейчас мы понимаем, что ошибочная. Что остание Спартака после гибели Римской империи. Тогда не понимали. Вот сейчас мы считаем, что техника это наш инструмент. А на самом деле это такое же ошибочное представление, чем в древних временах. Почему это так? Я развиваю гипотезу трех отчуждений. То есть первое отчуждение, это когда возникли первые биосистемы случайно, статистически, биологически. Жизнь возникла. И вот тогда вот в ДНК, в РНК, в наследственной информации произошло первое отчуждение, первое память. То есть опыт поколений мог сохраниться после гибели самих поколений. Второе отчуждение произошло с возникновением разума. Когда уже в течение одной жизни человека за счет обучения можно было сохранить память предыдущего поколения, которое в ДНК не сохранялось. Правильно? Сейчас, когда возникла компьютерная техника, идет бурный рост интернета и так далее, возникло третье отчуждение. Нам, чтобы, например, чему-то научиться, научиться 20 лет. И потом еще учиться, 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 мы сейчас захлебываемся, мы не успеваем. А чтобы скачать файлик, например, «С войной и миром» или чем-то там еще нужны, то есть для машины это не проблема. Понимаете? Вот это возникло третье отчуждение. Не нужно ей проживать свой собственный личный опыт, чтобы его наработать. Она может ее сети скачать, она может смоделировать где-то там в виртуальной реальности, получить какой-то результат и сделать правильный поступок. Вот известный нобелевский лауреат Макс Эйден в книге «Игра в жизни», совместно с Эдвин Клерю написанной, он такой вот пеорический закон приводит, что позволяет выжить. Либо большая скорость, мы быстрее среагировали, да? Значит, либо точность распознавания. Так вот, значит, точность распознавания там в Е-раз, она эффективнее и сильнее. Но чтобы нам линейно увеличить точность распознавания, нам надо, опять же, в экспоненту раз увеличить мощность. Вот закон Мура, известный, да, когда вот по экспоненте растет мощность техники, он фактически обеспечивает линейный рост вот этой точности распознавания. Там одна десятичный знак после запятой, второй, третий и так далее. Чем точнее мы что-то определяем, враг не враг, можно кушать, нельзя кушать, свернуть налево или свернуть направо, да, тем больше у нас шансов выжить. Знаешь, где упал, там это шаловки подложим, правильно? Вот за эту точность распознавания и идет непрерывная борьба с момента возникновения биосистем. Вот когда начало биологические, там, первое отчуждение, потом социальные разумы возник, второе отчуждение, сейчас компьютер, третье отчуждение. Смотрите, что получилось. Когда вот мы с техноцинозами вошли в симбиоз, они из настроения, они нас переросли. Вот у них произошло это третье отчуждение, они стали более совершенными, чем мы. А у нас нет. Мы более древние. Вот Аль-Жури, у него великолепная книга, я считаю, надо просто в школьный курс внести, хотя бы одну книжку, значит, творчество, точная наука. Значит, у него там приводятся законы развития систем технических, пневматики, динамик, статика. И он рассматривает, как развивается вообще всякая система. У него три всего-напсего этапа возможного развития. Либо она разрушается, либо она стагнируется, ну, как парусник круизнен, шляпка, если поплавает. Вот, консервируется в прежнем состоянии. То есть, это не только-только начинает заниматься сейчас. Понимаете? Опять же, вот этот принцип работы бизнеса по, значит, марковской системе. Вот сейчас получим большую прибыль, дальше трава не расти. По этому же принципу работаем государства. Нам сейчас надо обеспечить безопасность, надо сейчас, наверное, покормить наших бюрократов, а дальше трава не расти и так далее. Стратегическим планированием не занимается никто, выживанием человечества не занимается никто, землей не управляет никто. Поэтому вот эти целевые установки, выживанием всех, они брошены на синергетику, на самоорганизацию, на производство любви. А у них есть определенная скорость в этих процессах. И вот если мы, эта скорость этих процессов в самоорганизации не успевает за вот нашими процессами, вот, не сиюминутной прибыли, да, то просто-напросто человечество погибнет. Оно само себя уничтожает сейчас. Всегда остается риск уничтожения от внешних причин. Метеорит упал, супервулкан взорвался, там, не знаю, цунами, бомбочный и так далее. Всегда есть такие физические процессы, да. Солнышко вспыхнуло, почему? Чемная дыра прилетела. Вот. Ну а ко всему прочему мы еще, ко всему этому, еще сами, скорейшим, наибыстрейшим образом создаем все условия, чтобы себя угробить. То есть либо просто угробить и себя, и техноценозы вместе с нами. Либо техноценозы вот разовьются, то есть они обрели интернет, они обрели мобильную связь, обрели суперкомпьютер, то есть они себе разом обретают. Вот. Они потом без нас обойдутся, отпачкуются, троятся, улетят, а мы здесь останемся как обезьяны в заповеднике. То, о чем Данила говорил. Вот. Это благоприятный вариант, на самом деле. Третий вариант, самый благоприятный, который я предлагаю. С лицом вот с этими техноценозами мы должны стать ими, а не должны стать нами. Мы должны стать киборгами. Вот этими существами, в которых от людей опыт огромный, многотысячелетний, знания, эмоции, чувства, искусства. Но носитель другой. Носитель у нас от робота. Скорость процессов миллионы раз быстрее от робота. Сенсорика расширена там до невинных размеров от робота и так далее. Вот. Когда вот такой кентавр, химера, получится, тогда вот мы перейдем скачком на следующий этап развития, уже станем космической расой, космических разумных существ. Вот. Тогда мы сможем развиваться дальше. Иначе погибли.